Благополучная семья многодетная. Мои родители прожили 65 лет вместе. Но у меня у самой два развода, трое детей. У меня есть сестра двойняшка, у меня тоже два развода. Вот уже 6 лет я одна. Но я и не создавала отношения. Ну, насчет разводов у меня есть ответ. Во-первых, у вас все-таки тяжелая семейная судьба, несмотря на то, что с родителями нормально все. Во-вторых, в связи с многодетной семьей, гармоничными отношениями, у вас нет внутренней системы воспитания людей. Вы подаетесь, стараетесь замять все. Не воспитывайте человека. Есть два берега любви. Один берег встречи, другой разлука. Один берег это служение, другой воспитание. Вот берег воспитания у вас отсутствует. Вы как бы до последнего балуете человек, потом он нагреет. И кто кого бросал? Ну, в первом он загулял. Мы пожили 13 лет. Ну, загулял, вот означает баловать. Во-втором, ты не вы очень, я уже ушла. Ну, второй тоже разбалывает. Можно по-разному разбалывать. Один ленивый, другой пил. Вообще, есть вероятность создания личных отношений? Очень скромная, вы не будете знакомиться. Есть девушки, которые говорят так... Я скромная? Ага. Есть девушки, которые все рисуются, все показывают себя, сияют такие. Им легче знакомиться. Но есть, которые скромные, они не рисуются. И тогда их надо знакомить. Кто-то должен знакомить. Выйти можно. Но есть скромные мужчины, скромные женщины. Они не высовываются. Как им познакомиться? Если только у него потолок провалится, как бы, и он... Вот так только случайность такая, неожиданность. А так, как они познакомятся? Только если как с легким паром там, зайти в неожиданную другую дверь. Какую-то. Тяжелая судьба есть именно в том, что вы не можете сбалансировать процесс воспитания и служения. Крен в этом есть. В этом проблема. А так больше ничего нет. И сложно познакомиться. Вот как в этих двух случаях, как вы познакомитесь? А сейчас я ему тогда передам. Первый на картошке 18 лет. А? На картошке 18 лет студентами. Вот. А в старом магазине. То есть это когда вы, как бы, вот так нос к носу, как бы, пересекаетесь с человеком. Тогда да. Ну, на самом деле есть, скажем. Потому что я работаю руководящей работы. Руководящей работы. О, тогда этот надо посмотреть. Это служебный роман. Там примерно такая история будет уже. Подчиненный, да, там. Примерно все. Ну, а так, понимаете, есть девушки, которые сшибают с ног. А вы нет. Не такая. Все решили? Вы меня спрашивали. Да. Все решили? Что решили? А, ну да. Скромная женщина. Женщина, если они микрофон хоть скромный, хоть нескромный хватают, то вырвать уже невозможно. Теперь у нас там. Передайте назад. Олег Янович, здравствуйте. Здравствуйте. У меня как бы непростая ситуация. Был брак, получается, 12 лет. И есть сын, 12 лет. В жизни как бы жена покончила с собой. О, как это, психическое расстройство было в жизни? А рядом кто сидит, вот кивает головой, это кто? Новая женщина. Ага, все. Хорошо. Мне надо знать эти подробности. Ну, вопрос-то как бы в чем? Что было сделано не так, как бы? А тут это непреодолимая судьба. Вот мы все и будем сегодня говорить, как продлить свою жизнь, как сделать так, чтобы никто в психушку не попадал, чтобы неожиданностей не было. Для этого существуют правила, они связаны с психическим телом. Никто это не изучает, никто не знает этого точно, как это работает. Я этим занимаюсь много лет, на своей практике показываю. Сегодня приехал в Екатеринбург, пришел в баню, смотрю, там теплый бассейн. Начал искать разные выходы из бани, нашел закуток там со снегом. Лег на снег, полежал там около 10 минут, прочистил свое психическое тело, потом в фарную, потом в теплый уже бассейн. И все. Вот так вот очищается психика, организм от поездки. То есть я 3 часа ехал, и как ни в одном глазу у меня все... Вот сейчас видно, что я ехал, вот там уставший какой-то. Вот. То есть есть методы, как можно восстанавливать себя. И будем это изучать. Не, ну у меня вот получается, что... Ну как бы... А с ней уже что? С ней ничего не сделать было. То есть она жила своей жизнью определенной. У ней начался плохой период, который продлился полтора года. Был приступ. А это потом уже. Это потом. Был плохой период, который сформировал блоки психические. Она постепенно уходила из нормального восприятия мира. Или она все время болела эпилепсией? Это было... Это не эпилепсия. Это была шизофрения. А, у ней был диагноз, да? Да. А, это тогда... Это 12 лет назад тогда сформировались. То есть 12 лет ей диагноз. Да, это было еще до знакомства. Точно обостряли потом перед фактом. Все, что-то... Ну что-то... Злой дух схватил за голову и все. Ну шизофрения тоже лечится. Это блоки на 5-м психическом слое. Понятно, что это блоки. Да. И вот как бы... Сейчас основной вопрос, что в будущем есть сын, получается, и... То же самое надо фотографии мне показать. Но в целом я уже сейчас вижу статически... Не, ну лучше давайте фотографию сейчас поднесите прямо. Я вам скажу, какие у него периоды, когда эта болезнь может возникнуть. Но предосположенность есть, уже видно и сейчас прямо. Ну, он как бы внешне... Я как бы прожил с человеком, но на следы понимают, что как. Я могу рассказать вам про вашего сына. Он не умеет отдыхать, погружен в себя серьезно, вот свои дела какие-то, не чувствует усталости совсем в человеке. Так? Правильно я рассказываю? Ну, как бы не совсем. Тогда фотографию. Вот дайте мне фотографию, я вам сам скажу, есть опасность болезни или нет. Дальше нет, вы об этом спрашиваете. Да. Нет смысла... Успокоить сейчас сын. Мне нет смысла дальше рассуждать, мне нужны фотографии, я вам скажу точно. Прямо сейчас подносите, я вам говорю и все. То есть в селекции будет думать об этом. Ищите в мобильнике фотографии. Ищите, подходите, я вам говорю, когда, чего, зачем и что надо делать, чтобы этого не было. Все. А свечи мне микрофон передали? Ой, нет, так не получится, моя хорошая. Будет захват микрофона тогда начнется. Вот, мы так не будем делать. Ну, девушка в очках вот рядом. Ей вот, у ней там что-то сложно. Здравствуйте, Алина Розович. Вы ее в протеже, да? Хорошо. Кто, кто, кого не видно? А, беременна без очереди, да? Я понял. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Настал сложный период в семье. Да, да, настал сложный период. Совсем не знаю, на что править силу молитвы. А молитва здесь не поможет, потому что есть три слоя жизни. Есть психофизический слой. Если он истощается, то надо его пополнять. То есть, в психофизическом слое, ну, части жизни. Есть социальная часть жизни, есть духовная часть жизни. Психофизический истощается, как фундамент человека. У вас фундамент страдает. То есть, у вас энергия праны начинает сильно истощаться в организме. Это слабость волевая. Ну, функции волевые страдают. Слабость, чувство безысходности. Холод в отношениях. Если энергия праны истощается, в отношении идет, как айсберг в океане. То есть, холод, нет любви. Это тоже пятый психический слой. Там блок. И у вас сейчас этот плохой период, он длится уже около восьми месяцев. Формируется вот этот блок психический. То есть, вы чувствуете бессилие в отношениях. То есть, у вас нет чувства будущего, как будто стена между вами стоит. Муж сказал, что он разводится, настаивает на этом категорически. Но это уже результат. Если нет отношений, то дальше человек терпит какое-то время и потом желает уйти уже. Да, но вот я слушаю ваши лекции. Насколько не долго, тем не менее, вы говорите бороться за свою судьбу. Означает длительное движение для вас. Начинать с этого. Я сейчас беременная и сожжена. О, моя хорошая, я понял. Но это тоже беременность тоже влияет. Когда сознание матери еще при плохом периоде переключается на ребенка, то надо еще чуть-чуть приобретать окно. И лучше всего, чтобы кто-то залез наверх, вот туда, и второе окно открыть. Вот это не то, которое уже открыто. Еще вот этот цвет. Иначе холодно станет там всему сектору людей. Вот это, да, вот это. То есть, надо залезть прямо туда, на перилу встать. Может, кто-то поможет вам это сделать. Вот, и прямо его так приоткрыть получше. А, вот так вы хотите, да? Ну, давайте попробуем. О, пошел воздух, хорошо. Видите, люди дышат, воздуха не хватило одного окна. Сейчас получше, да? А? Сейчас подождем две минуты. Если будет душно, будем думать, что делать. Угу, моя хорошая, да, я понимаю. Плохой период закончится через полтора месяца. Когда он хочет разводиться? Он прямо сейчас настаивает. Категорически вернешься и давай. А, вот прямо сейчас с лекции вернешься и пойдем на развод. А вы не ходите? Нет, я приняла решение, что я туда не пойду, но физически. То есть, его нет дома, он живет там, приходит ночью. Это его дело. То есть, вы не разводитесь. Сейчас плохой период идет, плохой период идет, он закончится через полтора месяца. Если ваше нежелание разводиться протянет время, то он успокоится. Ну, то есть, непреодолимой такой силы, разрушающей вас, нет, он загулял, там изменяет, предпредал вас. Это болезнь, это понятно. Он как одержимый стал, как будто бы вообще человек. Мы об этом тоже, но это я понимаю, что такое болезнь, которую Моисей принес на скрижали, сказал, что вот если это будет, значит будет болезнь. То есть, люди не понимают этих вещей, не понимают, что такое измена, к чему это ведет. Мы будем изучать. Но сейчас мы говорим не о болезни, а о том, что вам делать. Вам надо гулять, потому что не хватает энергии праны, безысходность, нужно свежий воздух, движение. Сколько можете аккуратно гулять. Второе. Нужно молиться, потому что идет жестокая судьба действует. Если есть измены, значит это уже жестокая судьба. Ее побеждать только можно памятью о Боге. И ждать. А вот с этой девушкой, с ней разговаривать как-то я ее прекрасно знаю. Ну, не прекрасно, но я ее знаю. И многие друзья говорят, что поговорили. Разговаривать. Не сейчас. Сейчас настолько жесткая судьба действует, что любое ваше действие явное приводит к усугублению ситуации. Например, ваш муж может психануть и вообще как бы разорвать с вами отношения, если вы вмешаетесь в его ситуацию. Когда непреодолимая судьба заканчивается, она заканчивается через полтора месяца, тогда можно уже включать не вам разговаривать, а друзьям. Общим друзьям, знакомым разговаривать. Как девушку зовут? Анастасия. А вот у нее, наоборот, начинается через полтора месяца плохая судьба, и через два месяца становится жестокая судьба. Это означает, что она ему начнет выносить мозг. И знаете, здесь какая схема сработает? Он в хороших отношениях с вашим сыном. Они дружат, общаются. Вам надо с мужем сохранять добрые отношения. Не надо идти разводиться, но при этом с ним по-доброму себя вести и говорить, «Сейчас нужна политика». Политика означает «дурить его». Надо говорить ему добрые слова какие-то. Говорит, «План, у тебя своя жизнь, ты сам решай». И сейчас какая схема сработает для вас на 100%? Вы с ним сохраняете контакт. Она от этого бесится, потому что она очень ливнивая. Я это вижу, эту девушку. Вот она от этого бесится, и через два месяца начинается жестокая судьба в ней. Она ему выносит мозг. Он как ободранный пес возвращается назад. Если же вы с ним рушите отношения, ему некуда будет возвращаться. Он будет искать следующего. Если вы контакта сохраняете, терпите его по-доброму. Но если вы с ним разводитесь, то он назад не вернется. Если он сам подает на развод, он вернется. Нет, я не настроился. Вашего решения не поддавайтесь на эту провокацию. Вашего решения разводиться не должно быть. Женечка, цветочки не забудьте. Если он настаивает разъехаться, это допустимо. Сказал? Еще раз скажи. Разъехаться и в другой дом уехаться. Я пыталась удерживать. Не надо разъехаться. Но если он захочет, пусть уезжает. Вы ничего не делаете. Я беременна, я никуда не поеду. Спасибо большое. Да, он если хочет, пусть едет. У вас свое жилье, что ли? У нас общий дом, да. А, то есть размениваться он будет? Да, он хочет. Нет, 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 ничего. Вот это вообще не соглашается. Я пока беременна, никакого размена, я боюсь. Нет, он просто хочет снять квартиру в другом месте. Себе? Себе. Вот пусть снимает. Будет приходить к вам в свою квартиру. Это же его квартира. Он будет навещать, смотреть. Мне надо еще, Жень, включить ток. Что надо сделать? Ну. Понял, что я сделаю. Вот. Я не вижу непреодолимой судьбы. Тяжелая судьба сейчас, жестокая, но непреодолимая. То есть ситуация, если сохранить отношения, сама выправляется назад. И я вам могу это доказать. Когда судьба непреодолимая, то человек обычно очень спокойно и хладнокровно уходит. Без всяких проблем. А когда человек психует быстрее, быстрее, это значит, что он метается. И, ну, так как он метнулся в одну сторону, теперь придет время и метнется точно так же в другую. Он неустойчив сейчас. Когда человек холодно, особенно ничего не сказав, уходит, так вообще без всяких этих... Тогда уже это плохой знак. А если он что-то от вас хочет, там метается, давай быстрее, там я ухожу, закрой за мной дверь, я ухожу. Вот. Тогда... Тогда другая ситуация. Он просто сказал, что мы все 10 лет жили не так, и ему в храме открыл Бог, что нужно уйти. Что вот мы дошли до точки, определенно, и все. Нет, нет, ставить не надо наверх, а то люди не свиневедят. Хорошо. Как будто на это его благословил Бог. Ну да, это уже надо разобраться еще с его головой. Так я об этом... То есть как... Ну подождите, подождите пока, да. Ну это тоже, когда жестокая судьба приходит, человек встрюхался, там у меня одна женщина подошла ко мне, девушка говорит. Он у меня говорит, Олег Геннадьевич, вот скажите мне, мне со своим мужем жить? Настоящим, вечным или временным? Я такой думаю, интересно, так поставлен вопрос. А я говорю, а у вас с временным мужем, как бы, сколько вы живете? Она говорит, 15 лет, у нас двое детей. А с временным, а с вечным мужем? Говорит, в этой жизни еще не жили. Только в прошлом. Ну то есть классно же, да? Вот так, это такая теория, что у меня вечный муж есть, можно своего мужа пинка поддать, он дременный. А тот вечный, я думаю, нифига себе, как у них голова сработала вообще, классно. Так что у нас всякие бывают такие необычные, необыкновенные ситуации. Поэтому есть временные, есть вечные, есть Бог сказал, я должен, Бог сказал. Изменяй жене! Интересно, я никогда не слышал, что в такого Бог вообще говорил. Потому что нужно уйти, а я ухожу не к ней, а от тебя. Формулировка такая. Ну понятно. Можно последний вопрос? Ну, для берегины можно, да. Благодарю. В одной из лекций вы говорили, что нужно поставить себе срок. Ну вот, сколько готовы? Полтора года. Вот у меня в голове два года возникли. Нет, не надо. Через полтора года это максимум все решится. Но то, что я вижу, уже через три месяца его потянет назад против воли Бога. Я вам по секрету, ему не говорите. По секрету вам надо сказать. У вас девочка, да, там внутри? Нет. Мальчик? Вот этот мальчик ему будет нравиться еще больше, чем предыдущий. Он будет без ума просто. Он будет к нему ходить в гости, наведывать его и спорить с Богом. Который почему-то, ну, небольшие такие образования выросли по бокам. Который ему сказал, он просто не заметил там этого Бога, Который ему сказал. Он мне сказал, ты выпросил ребенка у Бога, Сама воспитывая его, расти и сиди в декрете. Не обращайте внимания. Когда человек изменяет, у него крыша съезжает, И он может говорить все, что угодно. Это не имеет никакого значения. Это как человек в бреду, допустим, там температура 42, Там что-то говорит. Бред проходит, будет говорить что-то другое. Надо ждать. Просто очень боялась, чтобы там измена не случилась, Там может тоже появиться ребенок, а это... Измена уже случилась, не надо бояться. Измена, это что? Это трение палочки об колбочку. Вот, это как бы механика. Главное, это то, что происходит в сердце. В сердце он вас предал. А там уже, что это, механические процессы какие-то будут, не будут, Это уже не имеет значения. Имеет значение его сердце сейчас. Оно отвернулось от вас сейчас. И надо дальше ждать. Потому что я вижу по его судьбе разворот его сердца назад. Он этим путем не сможет пройти весь путь. Потому что люди так действуют. Он пошел в сторону разврата, дальше будет по башке его бить, бить, бить. До тех пор, пока или он не опомнится, может быть, он не к жене вернется, Но просто начнет раскаиваться, другую жизнь пытаться. А этот человек, он не способен так далеко зайти. Он достаточно интеллигентный человек. Более-менее порядочный. Завернуло мозги человеку. Он туда далеко не пройдет. Тем более, что эта красавица, она ему покажет. У женщины же у каждой есть характер. Она ему покажет свой характер. Он думает, что у нее нет. Мужчина, когда с женщиной связан, он всегда сначала думает, что у нее характера нет. Он прямо уверен. Видит только красоту, характер не видит. Девушки, они все улыбаются, они такие все хорошие. Не все показывают, что у них нет никакого характера вообще. Это их природа, скрывать это свойство. А он есть. И он его еще, ваш муж, этого характера, этой девушки еще не знает. Она очень резкая, категоричная по природе, или гнивая. Она уже кипит от того, что он с вами живет. И поэтому ваш муж сейчас дергается. Но даже когда он уйдет от вас и снимет другую квартиру, она будет кипеть все равно, пока она не разрушит ваши отношения. А это невозможно. Потому что он привязан не только к вашему ребенку, к одному, а привязан еще и ко второму. Понимаете? Вот в чем будет прикол, самый главный. И тогда уже та не выдержит нагрузки. Главное вам с ним вести себя по-доброму. Идет война между вами и вот этой девушкой. И ваша война, тактика вашей войны – это доброта. А ее тактика – это кипение чайника. Тактика не очень успешная. Рано или поздно это кипение надоест всем. Она уже кипит. Я вижу ее. Она перепутала шубу. Петька приходит в шубе к Василию Ивановичу. И Василию Иванович говорит, у тебя новая шуба откуда? Он говорит, я ее нашел. Пойдем посмотрим, где ты ее нашел. Интересно, такие шубы где бывают? Он приходит, смотрит, мужик пьяный, валяется в снегу, раздетый. Он говорит, вот здесь. Говорит, а что это? Как ты это? Он говорит, ну, я вижу, что мужик в шубе запутался, еле распутал. Решил помочь. Так она тоже, вы в мужа запутались, она решила распутать чужую шубу себе взяла. Уверена, что ее... Ну, Бог же тоже есть, он разбирается в шубах и решит, где чья. А с музыкой что-то решили, нет? А? А с воздухом еще можно решить? А? С воздухом еще можно решить. Что, все-таки душно? Да. Тогда вот в то верхнее окно открываем прямо побольше. Кто у нас мужчина, да, который... Да кондиционер вообще бесполезно, он гоняет просто ветер. Воздух идет из улицы. Тогда то шпорт, нет, просто надо штору отодвигать. Если штора стоит, то воздух не идет. Ее надо убирать оттуда. Нет, сильно не открывайте, люди начнут убегать с этих... Надо дальше, вот туда можно пройти и посмотреть, там тоже есть окна. И посмотреть, и может быть еще одно открыть. Дальше, дальше, вот так вот двигаться. Просто, ну, сейчас одно окно, если сильнее открыть, то люди просто убегут все. А, еще одно есть, да, вот так, еще одно понемножку. Все вот так сверху открывайте. И посмотрите дальше тоже. Пройдите, а туда можно пройти дальше туда еще? Вот туда, нет? Не можете? Пройти туда. Если ты еще мужчина... Не-не, вот... А там опасно, да, уже? А, опасно. Я понял. Ну вот, уже три окна. Нормально вам три окна или душно? Кто сказал душно? Где он здесь? Кто говорил душно? Вам все равно душно? А? Давайте поменяемся. Только что открыли. Иди к нам сюда, я поменяю с вами, пожалуйста. Мне кажется, воздуха сейчас хватает, да? Кому душно, поднимите. Там холодно, да, вам уже? А музыка будет? Мне музыка нужна, кто-то займитесь, это... Нужно музыку сильнее. Нет, не хватает. Музыку сказали, есть на максимуме, только на блоке есть. Понимают скромных девушек, они понимают только летящей походкой. В этом проблема, понимаете? Ладно, все собрались, я тогда начинаю лекцию. Рад всех видеть. Очень приятно, что столько вас пришло, всех. Какие все хорошие. Итак, у нас сегодня тема методы победы над трудностями судьбы. Трудности судьбы влияют на духовную составляющую жизни. В этом случае нужны духовные методы. А именно молитва, служение в храме, посещение святых мест, употребление освященной пищи, включение духовной музыки, слушание её, общение с духовными людьми, благословения духовные. Дальше страдает социальная жизнь. Вторая зона жизни — это нити, связи наши с окружающими людьми. Эти связи есть, они могут страдать. Страдает тогда социальная жизнь человека. Методы — это изменение своего восприятия людей, активная жизненная позиция по отношению к людям, служению людям, забота о них. Например, у человека не идут продажи. Сильно, допустим, просели продажу. Кого не можете продавать товар? Есть такие? Методы. Надо понять, как это работает. Есть желание денег и есть щедрость. Или желание заботиться о людях. Вот именно желание денег, желание заботы. Два желания. Желание заботы, когда сильнее, чем желание денег, люди чувствуют, что им хотят помочь. И они покупают. Какой бы товар ни был, это прямо товар заложен. Энергетика человека. А если сильнее желание денег, то люди боятся брать это, они чувствуют насилие, давление на себя. Изменение желаний может действовать под повреждением судьбы. Допустим, у вас где-то год и три месяца назад начался плохой период, связанный с работой. И желание денег стало сильнее, чем щедрость. Это на подсознательном уровне проходит. И для того, чтобы вам эту ситуацию решить, для этого нужно заботиться о людях. Можно птичек кормить, можно соседку, которая немощная какая-нибудь, помогать. И если вы начинаете вот эту социальную активность, в которой вы включаете свою заботу о людях, вы нейтрализуете плохое влияние судьбы и добиваетесь того, что у вас идут продажи. Вот так это работает. Можете верить, можете не верить. Но это уже ваша жизнь. Если вам какой-то другой, может быть, визуализацию предложат визуализировать продажи. Мне кажется, наоборот, что я очень слишком всем щедр, а от этого лично эффективно страдаю. То есть вы не захватываете деньги, они все разлетаются? Ну раздаю вот так вот. Зачем? Зачем? Ну, то есть вам достаточно, продаж хватает, значит? Значит, продажи идут нормально. Вы говорите, у меня продаж не хватает. Значит, продажи идут нормально, деньги улетают. Улетают, да. Не хватает разума, значит? Вам надо, значит, понять, что можно кормить змею молоком, и она становится еще более ядовитой. Ну, то есть это не называется щедрость. Это называется, что вас используют, эксплуатируют. Ну, подходит. Ну, тогда не позволяйте. Есть щедрость, когда ты помогаешь нуждающемуся. А есть манипуляции, когда вас разводят, как кролик. Так, манипуляции. Вот так, определи, в какой руке шарик. Спасибо.